Вопрос, какое место астрономия занимает не только среди полноты научных исследований, но и в культуре, в представлениях людей о том, кто они такие, где они живут, что было раньше, что будет позже, место астрономии совершенно беспрецедентное. Потому что астрономия изучает самый большой масштаб. Астрономия изучает огромную Вселенную, в которой мы живем, в которой мы занимаем очень небольшое место, и тем не менее это место уникально, и человеку всегда хотелось знать, какое оно. Астрономия, допустим, в отличие от наукоматериалах или от медицины, может быть не приносит чисто утилитарную пользу. То есть, какие там галактики вдалеке от нас, от этого не зависит то, что мы будем кушать, что мы будем на себя надевать и вообще, как будет устроен наш быт. Практической вот такой вот утилитарной пользы астрономия, может быть, не приносит. Но, тем не менее, эта наука, одна из самых древних наук человечества, она всегда была человеку необходима для удовлетворения духовных потребностей. Потому что человек, кроме того, что он каждый день должен кушать, он еще и всегда хотел знать о своем месте в мире, что такое большой окружающий мир и какое именно место там занимает человек. И поэтому уже, так сказать, самые древние, самые первобытные люди поднимали глаза к небу и спрашивали себя, что это такое. Ну и поэтому вот астрономия, как я уже сказала, это одна из самых древнейших наук. Она начинала развиваться, когда еще ни приборов не было для исследований, не было даже математического аппарата. А все начиналось, в общем, вот с таких вот качественных вопросов. Что это такое и где тут наше место? Поэтому астрономия продолжает, так сказать, занимать большое место в культуре человечества, именно потому что у человека есть духовные потребности, человеку хочется отвечать на вот такие глобальные вопросы, связанные с его местом в мире и со смыслом того, что мы видим вокруг себя. Поэтому средства финансовые, которые на это выделяются, а в западных странах на это выделяются колоссальные финансовые средства для того, чтобы построить большой космический телескоп или создать какие-то уникальные приборы для наблюдения небесных объектов, для этого нужны очень большие деньги сейчас. И их не жалеют, их выделяют, потому что человеку это нужно. Вот когда Хавловский космический телескоп запускали, это тогда был самый дорогостоящий космический проект, 80-й год, 20-го века, он не только давал уникальный совершенно научный продукт, уникальное научное знание о космосе, но и сразу же была поставлена цель народу, который особо не вникает во все эти научные тонкости, тоже дать удовлетворение этим продуктам. И сразу с самого начала появились галереи снимков Хаббловского космического телескопа, которые были просто эстетически очень хороши, кроме того, что они были очень содержательны. И это сразу для народа в свободном доступе было выложено в интернет, чтобы люди видели и чувствовали, какой замечательный продукт дает вот этот вот дорогостоящий научный прибор. Ну и это все оправдано, это все оправдано, люди это принимают, потому что действительно духовные потребности человека требуют, чтобы мы знали все о космосе, о том, как устроена Вселенная, о том, как она развивается и какое место человек занимает, хотя, так сказать, человек это песчинка по сравнению с Вселенной, но тем не менее он там занимает определенное место, и нам, конечно, нужно вот для нашего внутреннего мира, нам нужно знать все про это. Поэтому астрономия, как наука мировоззренческая, она всегда была востребована и она всегда будет востребована, просто для того, чтобы человек ощущал себя человеком. На самом деле Вселенная настолько огромна, что вряд ли даже в ближайшем будущем человечество сможет, так сказать, ступить на планеты других галактик, скажем так. Если даже лететь со скоростью света, требуется сотни миллионов лет для близких галактик, миллиарды лет для далеких галактик, чтобы корабль вот с такой предельной скоростью космический мог долететь. Вот поэтому вряд ли мы когда-нибудь это пощупаем. Но мы должны это видеть, и мы должны это понимать. То есть для нас Вселенная — это не, так сказать, обещание каких-то великих географических открытий, а для нас Вселенная — это общая картина мира. Но вот тем не менее какие-то практические проекты все время появляются, в частности проекты освоения Марса. Время от времени вбрасывается идея, что уже пора. И действительно, что касается Марса, то он в астрономической картине мира занимает совершенно особое место. Эта планета, во-первых, достижимая, то есть можно даже при современной технике за несколько месяцев до Марса долететь и высадиться, если будут космонавты в корабле. Это во-первых. Во-вторых, в принципе, на этой планете как-то можно устроиться, хотя там, конечно, холодно и мало кислорода, и это не так комфортно, как на Земле. Но, тем не менее, при определенных технических усилиях как-то там устроиться можно. Поэтому колонизация Марса рассматривается в практическом плане на некое будущее, на то будущее, когда наше Солнце перестанет быть карликом и станет красным гигантом. Солнце с его массой в одну солнечную массу обещает эволюцию через 5 миллиардов лет. Оно перестанет быть в тех размерах, в которых оно находится сейчас, начнет расширяться до размеров красного гиганта. А этот радиус красного гиганта больше орбиты Земли. Поэтому Земля волей-неволей погибнет. И тогда действительно есть перспектива переселить человечество на Марс, чтобы оно уцелело. Но это будет через 5 миллиардов лет. Для человечества особая задача дожить до этого. Продолжение следует...